Приветствую всех на Wall Street Online и по традиции, где бы не проводился вебинар в 20.00 каждую пятницу мы рассматриваем основные фичерсные рынки на базе платформы Wallfix и начнем сегодня с новостей и отчетов, которые предстоят либо произошли на этой неделе и которые будут на следующем. Итак, сразу по экономическому календарю пробежимся по штатам. На этой неделе выступала Елен, также она будет выступать в пятницу 20 октября, Jobless Claims в четверг 19 и Petroleum в среду. Это по штатам в такие важные события industrial production во вторник, но я думаю там особо за ним наблюдать не стоит, особо влияние он пока не создает на динамику рынка. По другим странам, в принципе понедельник по большинству крупных, ну по всем и еврозоны и Азия будет тихо, вот вторник уже начинается с индекса потребительских цен Британия и Новозеландия, Европа, вернее Германия. Индекс экономических настроений в 12 часов дня тоже в принципе стоит понаблюдать за их динамикой и в индекс потребительских цен все во вторник соответственно 13.00 по евро сектору. Среда. Британия отчитается по среднему уровню заработной платы и изменение числа заявок на пособие по безработице. Посмотрим как у Британии после Brexit в принципе в общем динамика. Как раз начался период отчетов крупных компаний, особенно банков нас интересует, финансовый сектор. Забыл сказать, что в среду помимо запасов целой нефти, штата считается по разрешениям на строительство, сколько выдали в общем. Ну чем ближе к зиме, тем их будет меньше, так как и запросов происходит меньше. Поэтому как фундаментальный параметр и показатель важен, но пока его динамика может быть ниже и это вполне нормально. В четверг, значит, Австралия по безработице, Китай в ВВП третий квартал, тоже важный отчет, это будет в 5 утра. Естественно, может быть какое-то отклонение по проценту ожидаемому. Относительно аналитиков 6.8, предыдущий показатель был 6.9. Ну и объем промышленного производства. Аналитики ожидают, что будет немножко выше, на два десятка процента. Розничная продажа по Британии в 11.30 и индекс производственной активности по Филадельфии. Ну это штаты в 11.30, я думаю, там сильно заострять внимание не будет. Канада базовый индекс, это в пятницу, ну и Елен выступает в пятницу в времени указанном. Это по экономическому календарю события, стоит подчеркнуть, в четверг там в ВВП Китая в пятницу Елен и в среду Петролиум. На остальные дни, в принципе, будет более-менее спокойная торговля, я думаю, как раз в самый раз, кто-то системно торгует по стратегиям, будет более спокойный рынок. Из отчетов начался период, в общем-то, отчетностей и непосредственно финансового сектора. Сейчас крайне актуальная информация. На этой неделе отчитались BlackRock, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo и PNC Financial. Ну, такие гиганты, в общем, уже первую начали эстафету, все отчитались просто круто. То есть, у всех отличные показатели. Единственное, ниже прогноза Bank of America считался по доходам. То есть, 21,8 ждали, 21,98. Я думаю, там не сильно расстроились и сотрудники банка, и, в принципе, руководство тоже. Там совсем маленький зазор по относительно ожидаемой доходности. Ну, у Wells Fargo точно такая же ситуация. Буквально на одну десятую разница от ожидаемого показателя. Тут важен показатель прошлого, а не того, что ждали. Ну, по следующей неделе тоже будет очень много отчетов. Начинаем сейчас, сортируем по капитализации. Значит, вторник. UnitedHealth, IBM, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Понятно, да? То есть, такая пятерочка во вторник зайдет. Отчитывается UnitedHealth до открытия рынка, IBM после закрытия, Goldman Sachs до открытия, Morgan Stanley до открытия. Ну, в общем, два финансовых отчитаются до открытия, остальные все после. В среду Северсталь отчет, правда, не указано во сколько. Банкорп отчитывается, American Express и Another Trust, тоже банк. Четверг, очень много отчетов. PayPal, потом Банк Нью-Йорка. Из таких известных, E-Trade и Maxim. Вот, такие компании, ну, последние две, которые я назвал, так, чисто для списка. В пятницу SunTrust, Киев отчитывается еще. Citizen, финансовая группа, у них капитализация не очень, но как финансовый сектор сгодится. Значит, по отчетам нужно обязательно уделить внимание вторник, очень важно, и среда. Там PayPal, уже Банк Нью-Йорка еще четверг. Стоит понаблюдать, как и считается. В принципе, первую эстафету, самая ударная часть была на этой неделе, они считались неплохо. Я думаю, что остальные хвостиком, там, на них уже будут смотреть так, сквозь пальцы. Goldman Sachs, вторник и Morgan Stanley, это вот и IBM, и United Health Summit Key. Мощная в этой эстафете, да, практически по отчетам компаний. Ну, в общем-то, относительно этих отчетов будет формироваться решение участников рынка. Позитивная динамика на фонда, негативная. Что стоит ждать, какие там есть еще возможности для дальнейшего роста фондового рынка. S&P 500 просто находится в северном направлении и пока, судя по всему, не собирается останавливаться. Вот, в принципе, по отчетам и разобрались. А, да, кстати, на экране вы сейчас, в принципе, должны наблюдать 8-ми мониторную систему и немного информации о том, что где размещается. Вот, если интересно более детально и шире рассмотреть вопрос торгового терминала и принцип торгового места, можно будет на следующем вебинаре уделить время, там, минут 10-15 в начале Wall Street. Будет пробежаться по рекомендации и советам, как собрать торговый терминал. Удобный, рабочий, комфортный и эффективный. Так, ну, приступим. Начнем с RTS. Сейчас заберу MarketWatch от вас и поставим сюда Costa Profile и Barrel. Так, здесь у нас с февраля график, склейка практически трех контрактов и вот мы вернулись уже на 116-ю. По сути, это вот как раз и начало снижения с февраля 2017-го. Прошли пару контрольных точек, 111-ю, 112-ю. Обратите внимание на общую ликвидность на данном периоде. Вот, непосредственно сентябрь, конец августа. Идет снижение оборотов. С чем это связано, пока не я останусь. Я думаю, что, возможно, там, долг поднимут тарифы. Стоимость, возможно, по каким-то другим причинам. Вот, ну, в общем, ликвидность немножко упала и волатильность потихоньку также идет на спад. По открытому интересу. Относительно прошлого контракта мы видим, что желающих работать на фичерском контракте на индекс РТС в разы меньше, чем летом даже. То есть это период отпусков. Вроде бизнес-сезон, осень, все должны трудиться, зарабатывать деньги, спекулировать. Но, видите, пока очень тихо. В четверг и среда, вот, из последних сессий, мы видим, немножко открывали позиции и буквально малость сбросили в пятницу. То есть сегодня. Так, я включу этот планчат, он вообще неудобный. Вот, то есть из этого исходя мы возьмем сейчас непосредственно эти две сессии, рассмотрим детали, где там что открыли и кто был более активным. Так, теперь у нас недель, недельный конференция, ну, за неделю и 15 минут. Значит, сейчас вы видите дельту по дням, то есть мультивное дельта состояние. Вторник, следа, победители были байеры, тут прям все тип-топ. И, как видите, в пятницу 13-го также атаковали ребятам со стороны группы покупок. Значит, возьмем семь с половиной тонн, сегодня разместили в одиннадцатом часе и семь и три еще на один импульс потратили для достижения отметки 15500. Вот. Обязательно эти уровни мы зафиксируем. Сейчас только нужно переключиться на BDASK режим. Видите, сколько тут режимов. Пойди там. Достаточно много настроек, поэтому при переключении на другие данные, соответственно, фильтры отображаются именно под эти данные. Если я переключу на объем, то уже BDASK фильтров не будет. Так. Трансляция, да? Какие-то сборы идут. Так. Нет трансляции, да? Со звуком проблемы, а нет трансляции. Так, так, так. Давайте разберемся. Звук прерывисты. Сейчас попробуем что-то поменять. Трансляция есть, да? Это уже хорошо. Так, звук. Я это понимаю. Сейчас нормально? Плохая связь. Возможно, да, интернет будет. Все есть. Еще пару плюсиков, и я буду спокоен. Самое главное, чтобы всем было видно и всем было слышно. Так. Отлично. Я не сомневаюсь, что может барак лично. Сегодня пятница тринадцатая. Поэтому, чудом, что вообще запустился в бинах. Все. Теперь мы видим фильтрацию по агрессорам на покупку на продажу. И особенно уделим внимание сейчас только среде и текущей пятницы. Мы начнем с самого ближайшего уровня. Обратите внимание по фильтрам. Тут активность байеров, ну, не прекращалась. Фактически, ну, вот буквально в двенадцатом часу немножко передохнули. Атаковали до 17.00. То есть, основной участь сессии были в основном байеры у штурвала. Значит, такой мощный ударный процесс был в первом часу. Также по ликвидности сейчас мы сравним. Одна из ликвидных частей торговой сессии. И потом ликвидность еще просто атаковали. Начиная с 14.30 и заканчивая 18.00. Весь этот участок хорошенько так боролись покупатели. Открытый интерес непосредственно совпадает с периодом активной дельты. Поэтому эти уровни в любом случае нужно взять на заметку в качестве локации на поддержку. Если будет повторно удерживать байеры данные коридоры на следующей неделе, как спекулятивный уровень на покупку вполне стоит рассмотреть. 114.720 и 114.960. Коридор такой плотненькой поддержки здесь. Особенно вот эта часть, которая уже шли на расшвы. Давайте мы захватим их в этот уровень. В общем, с 114.720. Давайте вот даже разделим. Вот по целому образом. Значит, одна часть будет умнее. Вторая чуть-чуть даже светлее. Вот так, да. То есть, 114.720 это непосредственно ударный импульс, который пришелся в 11.00 и в 11.15. А от 11.870 непосредственно вот этот массив и дальнейшая атака до 115-110. Можете ставить этот коридор весь в качестве саппорта. Посмотрим, как будет удерживать. Ну, целый день так атаковать и столько бросить кэша. Я думаю, что как спекулятивно, по крайней мере, на защиту должны выступить. Так. Массив, который сформировали на максимуме недели в районе 11.350 уже стоит отметить. К тому же активность потише была со стороны байеров. Но по фильтрам мы видим, что проявления точечно выброса были. С учетом того, что там фиксировали интродетчики покупки, там как бы еще терпимая дельта, на самом деле. То есть, тут должна была быть, начиная с 18.00, 17.30, в основном, дельта на стороне селлера. Но тут, видите, буквально пару раз они смогли взять контроль. И всю остальную часть либо нулевая дельта, либо положительная эта. Возьмем этот массив на заметку. Пока его ставим нейтральным, так как он, в принципе, еще пока не проявил себя. Еще идет борьба. Можно сказать так. Утренний вброс кэша совмещаем сразу с вечерней сессией 12-го числа. То есть, то 14.720 и то, что утром выбросили на покупку. По 450 коридор берем на заметочку. Даже сделаем вот так, чтобы он особо не перекрывал график. Вот. Три уровня поддержки. Неделя закрывается на максимуме. Фактически, там, у самых верхних цен. И ядро недели, собственно, у нас сформировали, в общем-то, в среду и четверг. Там достаточно долго так боролись за коридор. Мы его зафиксируем отдельным цветом. Значит, 120 по 420. Это 114-я отметка. Очень быстрый и точечный вброс. Да, кстати, по поводу браузера. В принципе, ребята, которые модераторы московской биржи школы, рекомендовали через Google Chrome смотреть и транслировать. Вот. Поэтому попробуйте, если у вас есть второй браузер Chrome, запустите его. По идее, должно быть тип-топ. Странно, что... Так, 113-880. Вот здесь, видите, как очень-очень... Фактически целый час шли байеры с 113-880. И успокоились они в 1145. Вот еще был 3,5 тонны дисбаланса. До 114-120 как раз граница. Еле слышно. Ну, вроде тестировали все вместе. Все было тип-топ. 113-880 по 120 шортить. Ну, чтобы шортить 3, надо, чтобы хотя бы поддержку 114-870-115 просто пробили без каких-либо защит. То есть, вполне может быть такой обманный маневр, но посмотрим, как будет себя вести нефть. Пока она стоит у 51-ой отметки, а Brent на 56-ой. Это достаточно положительно для фондового рынка Российской Федерации. Чем дольше они будут на этих ценах стоять, тем лучше. Поэтому, пока не рухнут 2 барреля, ну, 2 нефтянки, потенциально еще есть возможность дальнейшего движения на север. Еще один массив, который соревновали фактически во вторник. Это ядро вторника. Стоять раз 550 по 340. Берем таким синим цветом. То есть, использовать можно как и поддержку. Вторник тоже участвовал в этом движении. На север менее участвовал, конечно, понедельник. Но за счет того, что вот этот обманный такой манипулятивный, я бы даже сказал, маневр в начале трудовой недели до 12-го часа просто жестко скинули всех байеров. И потом они потихоньку восстанавливались и снова заходили. Вот здесь был период и вечером уже аккуратненько, так очень аккуратненько. Поэтому в этот диапазон, не учитывая сброса стопорей, вот этой дельты, которая влияет на общую total показатель, мы возьмем 112,770, 113 как потенциально возможный уровень поддержки на минимуме недели. Обратите внимание, где находится VWPF. Он находится в районе 114 отметки, а текущая цена на 115,300. Это говорит о том, что немножко переусердствовал индекс и достаточно сильно склонился от среднеизвешенной цены. Поэтому коррекционные моменты в районе до 114 вполне могут себя проявить. То есть, с таким ростом, тем более, без затяжной коррекции, вполне могут, если не в понедельник, то к среде как раз там будет петролиум, вернее, запас сырой нефти. И, в общем, отметка 114, если удержит, как раз там у нас максимум объема прошло за эту неделю, ядро недели сформировано, и там же и поддержка тоже. Потенциально там как раз будет проходить VWPF в понедельник, в понедельник. Вот. Желательно удержать активность выше 114. Так. Супер. В общем, открытый интерес появился чуть-чуть. То есть, позиции открывали, не фиксировали. Дельта отличная. Возможно, все будет даже лучше, чем мы думаем. Идем дальше в Сбербанк. Вот сейчас мы посмотрим на фондовом рынке, сравним, как там сейчас динамика. Если она будет противоречить, тогда уже будем пересматривать сценарии. Если подтверждается, то почему бы нет. Так. Надо посмотреть чат, потому что я переживаю насчет трансляции. Так. Чуть громче. Хотя, может быть, тут настройки есть какие-то. Так. Так, так, так. Сейчас проверю. Ну, у меня на максимум стоит микрофон. Буду говорить громче. Так. Есть, есть Сбербанк. У нас дневка подтянулась. Ну, в принципе, как и ожидалось, немножко замедление такого уверенного роста. Пока ушли, можно сказать, в флетовую формацию. Достигли чуть-чуть еще осталось до 200. И там уже сложнее байерам расширять коридор. В любом случае. И эта неделя у нас 13-е число. Давайте сначала ликвидность проверим. Ну, тут прям очень плохо. Значит, 9-е число. 2,7. 10-е. 1,7 оборот. Ну, вот, хоть в среду вспомнили про сбер 5,8 оборот ликвидности. Соответственно, среда, ключевая сессия. И уровни будем брать оттуда 3,4 в четверг и всего лишь 3 сегодня. Ну, вторник как-то тихонечко прошел. Ну, ничего страшного. Ближайшие уровни берем прошлую неделю, позапрошлую неделю. Как раз тут массивы в районе 188-й по 190-ю протестили на той неделе и берем массив 192 другим цветом выделим по 194. По текучей неделе у нас концентрация объема была слабенькой и мы все равно выделим ее 195,2 ядром текущей недели по 196. Три дня вот идут даже четыре дня идут на рост все равно на Сбербанке фондовый рынок пока не противоречит движению индекса поэтому сейчас по дельте посмотрим единственная дельта очень настораживает похоже сбрасывают пакетно по чуть-чуть на пике и 11 число 350 дельта и сегодня 269 в пятницу цена торгуется практически максимума недели давайте сейчас заглянем по лимитам что там у нас так ну вот проявления такие прям выбросы крупных агрессоров у нас были на 194 и 5 по 194 и 6 тут прям две цены подряд и второй такой момент был 195 и 8 по 196 вот этот коридорчик тоже возьмите в качестве потенциального хорошего уровня поддержки 196 как раз совпадает с ядром недели далее 194 тут как раз у нас по 6 числу идет поддержка и прошлые уровни смотрите как неплохо отрабатывались 192 и 5 по 192 и 8 прям целую сессию не упускали ниже пока уровень оставим так как его в принципе защищали соответственно было значит за что вот такая сетка пока даже сопротивление ну вот если и брать то 380 тонн 197 прошлась возьмите на всякий случай VWP здесь у нас идет параметр за месяц соответственно идет в районе 194 ну Сбер в принципе показывал и выше отклонения но в любом случае чем выше будет отклоняться от VWP тем вероятнее будет коррекционная активность пока то что замедляется динамика на рост это вполне ожидаемо без таких затяжных коррекций столько времени идти на рост либо уйдет Сберг некоторое время возможно там на месяц может уйти в такой боковой режим потом с этой площадки еще раз будет поход на север как раз к новому году может быть он и закончится если все благо то есть если все будет хорошо но как видите дельта потихонечку появляется уже у селлеров похоже что фиксируют покупки но в принципе там многие бы зафиксировали вот видите сколько у нас было периодов с 27 сентября по 10 октября тут практически вот эта площадка вся была на фиксиев главное не уйти ниже 190-188 то есть здесь как раз такой более оптимальный после коррекции уровень на загрузку дальше на покупку посмотрим пока более-менее то что волатильность снизилась это признак того что пока рассматривают присматриваются штаты пока читались по банкам неплохо соответственно посмотрим как отреагируют на следующей неделе на отчеты индекс РТС и в принципе как будет динамика продолжаться по фондам Газпром так это 15 минутка нам дневка нужна вот так здесь с конца июня график ну вот мы вышли пока за 126 а это значимый уровень поэтому пришло время подтягивать еще истории чтобы установить ближайшие уровни сопротивления для Газпрома и вот они совсем рядом значит сопротивление ну здесь достаточно времени прошло это турин сформировали мая да 18 мая потенциально там быстро грузили объем то есть это вдогонку правда миллион семьсот но я думаю что уровень уже такого влияния не будет иметь ближайший там месяц еще куда не шло но уже прошло достаточно времени больше полгода наверное вот максимальный объем переместили был тогда если помните на 119 сейчас уже на 123 по ликвидности на Газпроме были попытки вот немножко размещались 5 октября и сейчас вот неделька прошла на таком достаточно символическом объеме я бы сказал то есть ключевых вбросов не было единственное отличилось это 3 миллиона оборот 11 11 октября тут мы сразу фиксируем коридорчик где были активисты 100 за 4.5 100 за 4.7 возьмите как левел на поддержку здесь просматривается четко коридор активности покупателя причем не в один день а сразу 3-4 дня по одному коридору шли вот мы видим отпечатки 127.3 122 кстати кто смотрит волосы онлайн непосредственно интересует больше фондовый рынок рекомендую помимо акций еще мониторить активность по таким параметрам как сейчас вам покажу этот модуль достаточно будет интересен кому-то high trade сканер то есть вы выбираете биржу допустим форц и текущая сессия нажимаем apply и где происходит на каком инструменте происходят такие трейды соответственно идет ликвидность тикер так как на бирже форц достаточно много инструментов и объем этих сделать ну здесь на форц практически тика было сегодня но если посмотреть на истории бывает такое что вот если появляется их очень много то динамика ожидается сильная внутри сессии обычно идут сразу и по рублю такие сделки те кто торгует фондовый на штатах допустим на этот сканер конечно здесь просто не выполняет огромные расчеты в объем объем данных здесь намного больше таких сделок и там очень классно наблюдать когда какое-то пристальное внимание либо сектору уделяют прям видно просто один и тот же сектор акции с одного сектора начинают объемно сделки такие проходить и допустим какая-то акция выстреливает с точки зрения интереса у инвесторов они проявляют интерес к ней тоже начинают очень объемно работать по сканеру это видно я его пока оставлю подгружаться сейчас подгрузить данные видите по найсу как долго грузить там по форс быстренько идут тикеры и очень достаточно крупные объемы буквально сейчас скажу 2 октября не 3 3 октября если посмотрите exxon mobile и chevron 2 нефтянки так вот у нас давайте сортируем по объему и посмотрим bank of america смотрите полмиллиона одна сделка один трейд 1 трейд 839 general electric тоже полмиллиона дай бог памятник тоже AT&T вроде да мобильный оператор если не ошибаюсь есть уэлс фарго потом хомка 222 тонны то еще такой интересный JP Morgan немножко но это все видите по одной сделке ну полмиллиона оборот general electric bank of america ну и в таком ключе в общем как только появляются сделки вы сразу сканер видите такой дополнительный модуль недавно появился у нас в общем чтобы знали так вот по 92 тысячи контрактов в одно и то же время буквально на секунду разница на Exxon мобиль прошла сделка на покупку с не ошибаюсь а на Chevron на продажу то есть две акции сного сектора такой объем в одну секунду прошел но разнонаправленный это как раз благодаря сканеру заметил надо понаблюдать у нас как часто они эти маневры делают взаимо такие хеджирующие так Gazprom значит ключевые уровни поддержки есть обратим внимание на этой сессии да все правильно 126.4 location давайте посмотрим заглянем внутрь данной торговой сессии это было у нас вот как раз на минимуме 20 тонн 31 13 потом сразу 72 против 12 красная дельта костяк конечно пришелся на 126.5 126.8 ну вот это как нижняя граница можно спокойно брать на заметочку по покупателям также стоит отметить 125.7 по Gazprom 230 там 300 практически на втором уровне обязательно зафиксируем себе видите в принципе четверг плясал от этого уровня неплохо и пятница даже оставила свой след так по Продолжение следует... Так... По ликвидности... Отличилась сессия 11 октября, там 3 минуты на обороте... Поэтому давайте посмотрим, что здесь в цифрах нам... Значит, 124,5, 124,7 это за 9 число у нас активность... Ну, в принципе, вся ликвидность прошла на максимуме дня 11 числа... Здесь, в принципе, все так обоюдненько во вторник... Поэтому давайте другой цвет сейчас выберем, потому что практически не видно 116... И сейчас переходим на рубль... Ну, в общем, по Газпрому пока более-менее... Вот этот уровень поддержки... Вот я еще выделил 126,4... Вот... Это ближайшие уровни, в принципе, посмотрите, как они аккуратненько идут... Причем вне зависимости от ликвидности... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Восемь сессий подряд без какого-либо намека на коррекцию... Поэтому вполне будет... Ожидаемо хотя бы там на сессию вниз ходить на две... Как раз вот 124,5... Потенциально был бы неплохой уровень на защиту... Тут WP уже... Подберется к понедельнику-вторнику... Сейчас он на 123,7... Отклонились достаточно сильно... Сейчас мы попробуем еще... Достать... Добавить... Ну... За первое отклонение они точно ушли... А вот... Как раз между первым и вторым отклонением... Сессии WP... Очень-очень рядом... Поэтому ожидаемо будет, если 126 немножко все-таки пробьют... И вот в районе 125 немножко притормозятся... Было бы в самый-самый раз... Ну и наличие ликвидности для этого процесса... Обязательно... Так... Ключевые вот объемы прошли в середине сентября... Особенно отличился вот 13 число... Перед этим у нас был выброс 12 миллионов 15.06... Это в начале лета... С того момента идут... Пока на рост... Тут вот фу... Дальнейшего уровня сопротивления... Ближайший такой прям очень опасный... Вот... Тут ликвидности было предостаточно... И массив достаточно плотный по агрессорам... 131.5... 133.5... Что-то я промазал... 133.5... По... 131.5... Сейчас мы аккуратненько выставим... И все будет видно... Вот... Это ближайший... То есть если мы дальше пойдем на север... То здесь я думаю немножко будет... Пит-стоп... Либо привал... Значит рубль... 133.5... Пока грузятся данные... Вот... Обратите внимание... Весь список Wall Street Online... Которые мы рассматриваем... Отрицательное значение по сегодня... Ну... Вот... Последняя колонка... Процент change... Это... На сколько процентов... С открытия инструмент ушел... В основном только валютные еще... Рынок... А... Золото... В зеленой зоне полпроцента... Почти... До процентов добралась... Бренд... Котировочка... И вот... В противовес... Сирика... Кстати... Пока... Динамика... Очень близко... У нуля... СНП... Ой... Я... Синхронизацию забыл отключить... Вот... Сбер... РТС... Процент... А те две акции по полпроцента... Ну... Видно, что РТС немножко переборщил с движением... Поэтому... Покореться будет даже на руку... Можно будет подешевле... Заспекулировать... Так... Сейчас мы... Так... Где у нас рубль делся... Вот... Так... Сегодня... Ликвидность... Два миллиона... За день... А так... В принципе... По неделю было в разы меньше... Сейчас мы посмотрим... Так... Здесь... Тут... Тут... Ближе к полтора миллиона... Миллион и семь... Миллион и шесть... И миллион и три... Ну вот... Два миллиона... Сегодня ударная сессия... По открытому интересу... У нас... Как раз... До сегодняшней... Сессии... Три фиксировали... Причем так... Неплохо зашли... Вернее... Вышли... Девятого... Был... Процесс на открытие... И вот... Сегодня тоже... Прибавили... Причем так... Немало... По дельте... Сейчас посмотрим... В принципе... Вот... Для сравнения... Ликвидность... И активность... В среднем... Видите... Летом... Было намного... Больше... Ну... Ближе к... Июню... Вот... Первое число июля... Там... Ликвидности... В разы было... В среднем... Больше по... Рублю... Сейчас... Вот... Видите... Полтора... Тире... 1,8 миллионов... И по дельте... Тоже... Непримечательное... Не сильно... Агрессивное... Ну... То есть... В рамках рабочего режима... Но... Из пяти дней... Три... Дельта... На шорт... И пятница тоже... У нас идет... 100 тонн... И... Десятого числа... Тоже... 100 тонн... Дельта на стороне селера... Значит... Тут... 36... Это в среду... Соответственно... Там и... Расширение мелкое... И... 100 тонн... Сегодня... Открытый интерес... Опять же... Подчеркиваю... Сегодня... Открыли позиции... И... Относительно... Прошлой сессии... И... 3,2... И... 3,4... Неплохо... Так... Давайте посмотрим на... Ценовых уровнях... Какие дисбалансы... Так... Вот... У нас... СНП... Почему-то... Подгружен... Ну... Сейчас... Быть... Так... Это все исправим... И... Возьмем... Поменьше... Чтобы не так... Нагружать систему... Так... Фиксируем... Интересные уровни... Сопротивления... Поддержки... Которые... Нам... Понадобится... Итак... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Подряд... Сессии... Неплохо... Значит... После такого движения... В пятницу... Вот... К примеру... Точно такая же сессия... С... Практически таким же объемом... Сейчас проверим... Ну... Близко к этому... Вот эта сессия... Дельта у них одинаковая... Десятого числа 106... И сегодня там 113... Если не ошибаюсь... 108... То есть... По высоте они одинаковые... Дисбаланс одинаковый... Чуть-чуть пятница переборщила... Следующий день... Был во флете... Вот... Как раз... 11 число... Там 36 тонн... Продолжали шортить... Ну... Потенциально... Вполне может быть... Такой симбиоз... Тандемчик... В понедельник... Немножко... Отстой будет... То есть... Ну... Простой... В районе... Как раз... Минимума пятницы... В нижней границе... Там... 58... 57... 750... В зависимости от того... Где понедельник закроется... Уже будет... Понятна... Дальнейшая... Судьба... Этического контракта... На пару... Доллар... Рубль... Итак... Отметим еще... Сопротивление... 58... 48... 58... 60... Тут... Постарались... Как раз... 10-11 числа... Основная часть... Активности... Была... Именно в этом коридоре... А вот... В пятницу... Плюс... Четверг... 58... 26... 58... 320... И... Промежуточные... Дозагрузки... На 58... Незамедлительно... Нужно... Зафиксировать... Так... По ликвидности... У нас тут... Прямо... Такие... Гиганты... Были... Как раз... В верхней границе... Там... Все... И зарождалось... А... Ближе к минимуму... Видите... Тут... Фактически... Идет... Обоюдная... Ликвидность... Таких... Сильных... Перекосов... Буквально... 57... 98... Тут... 39... То... Здесь... 28... На десятку... Примерно... И... Вот... Еще... Уровень... Пропустил... 58... 120... Тоже... На десятку... Не... Более... Значит... 58... Фиксируем... Обязательно... 58... 120... Тоже... Вот... И... Давайте-ка... Посмотрим... На... Споте... Сейчас... Я быстренько... Зафиксирую... Точечные... Такие... Более... Аккуратненькие... Уровни поддержки... Ой... СНП... Сори... Я думаю... Чё это... Так... Поменялся... Быстро... Тренд... На рубле... Так... Тоже... Крупный... Диапазон... 58... 400... 320... Мы... В принципе... Можно объединить... Потом... Локация... Такая... Концентрированная... В понедельник... Сформировалась... 59... 60... По... 59... 110... И... Смотрим... Теперь... У нас есть полочка... Плинтус... 57... 800... Точечно... Разместили... Очень неплохо... Ликвидности... Давайте посмотрим... Чё там... За активность была... Так... 12... 6 тонн... Суммарно... 5... Ну... 6 против 6... Тут... В принципе... 1,6 против 2 тонн... Таких прям... Выбросов... Мощных... Вот... 6 тонн... На самом минимуме... Прям... 6,9 против 5... И... 8... Ну... Суммарно... Там набежала... Как раз... Такая цифра... А вот... Этих ребят... Которые... Откупали... Вечером... Видите... Вот... 19.45... Тоже... Там... Немаленькие объемы... Вроде... Прошли... Здесь... Полторы... 6,9,5... То есть... Возьмите... На всякий случай... Пригодится... Я думаю... Не просто так... И не вечером... Такую... Затеяли... Так... Ну... Откорректировался... Естественно... Рубль немножко... Но... Выше... Массива... Вот этого... Ключевого... Которого на минимуме... Сформировали... Вечером... Пока не ушли... И это хорошо... В принципе... Если понедельник... Не посмеет... Пойти выше... 58... В принципе... Будет понятно... Что... У нас еще есть... Потенциал движения... Так... Спот... Обязательно... Спот... В любом случае... Не переживайте... Идет запись... Запись... Ресурса... Вебинар... Точка... Ру... Плюс... Еще... У меня стоит... Запись... В общем... Все... Сможно будет... Пересмотреть... Если было... Все-таки... Плохо слышно... Ну... Я думаю... Что тут по уровням... Еще тоже... Немаловажная информация... Так... Спот... Так... Не подгрузился... Сейчас... Вот... Пошла подгрузка... Отлично... Вебинар... Можно будет... Найти... На... Сайте... Московской биржи школы... И... На нашем YouTube канале... Обязательно... Так... Ну... Что мы видим... Ровно... Абсолютно... Вот... Каждый день 400 тонн... Это прям... Настораживает... В общем... Системная работа... На споте идет... Без каких-то... Никакого экспромта... Но... Уровни... Где были селлеры... В принципе... Зафиксировать нужно... Значит... 189 тонн... 57,7... Потом... Также... Замечены... Сильные дисбалансы... На... 57,5... Тут... 109 тонн... Со стороны селлера... Против 36... Три раза... Перекос... И... Вот... Еще один уровень... Сейчас мы его... Посмотрим... Да... Вот... В принципе... Весь... Процесс... Работы селлера... Пришелся на... 57,4... 57,5... Все четыре... Уровня... Перевес... За селлерами... Тут... Три раза... Тут... На 30 тонн... Тут... Фактически... Тоже на 30 тонн... И здесь... На 20... Такой коридорчик... Не слабенький... Хоть их и... Меньше... Но... Раз они там... Проявили себя... Соответственно... Прислушиваемся... К... Активности... И... Посмотрим... Ну... В общем... 57,4... 57,55... На споте... Ближайший уровень... Проверочный... Если не посмеет... Спот... Выйти... Выше данного коридора... Соответственно... Контроль... Понятен... Контроль за селлерами... Значит... 58,35... Берем... Еще... Старенький уровень... Сопротивления... Его... На этой неделе... Так и не... Прошли... Соответственно... Подтвердился... Локейшн... И... Ближайший... Уровень... Небольшая... Поддержка... То есть... Объема... Сейчас посмотрим... Сколько... Даже меньше... Чем обороты... В среднем... Эту неделю... По дням... Но... Диапазончик... На всякий случай... Мы выделим... 57,57,2... Это... Еще с... Если не ошибаюсь... Сначала августа... Было вроде... Сейчас... А... Не августа... Сентября... Вот... Вот... Ну... Как раз... Видите... Они сюда и пришли... Будем смотреть... В дальнейшем... Реакцию... Но... Так вот... Очень... Рекомендую... Вот... 57,4... 57,55... Когда... Крупные участники... Целенаправленно... Действуют... Они... На каждой цене... Защищают уровень... И... Расширяют коридор... Целенаправленно... Ну... В общем... Если пройдут... 57,55... Тут уже... Можно... На... 57,8... Еще... Надежда... 57,7... Забыл... Вот... Тут две точки... Ну... Там уже... Предел... 58,35... Ну... Я думаю... Что... Еще на этом уровне... 57,5... Они попадаются... Тут как раз... Видите... За две... Три недели... Мы сформировали уже... Ядро... 57,4... По 57,85... 200 коридоров... И... Мы уже переходим... На рубль... Ой... Евро... Так... У нас получается... На российский рынок... Ушло... 55 минут... Вебинара... Из них... Примерно... 10 или 15... На новости... Ушло... Так... Эээ... Я прям... Не поверил... Так... 236 тонн... Это было у нас... 10 числа... Открытый интерес... На этом уровне... Потихонечку... Прибавляет... Ну... Уже вторую неделю... То и третью... Не сильно... Ну... Не... Ажиотажно... Но... 427... Мы сейчас... 435... Немного прибавили... Ну... По крайней мере... Рост подтверждается... Притоком... Новых позиций... Наверное... Хорошо... Так... Из покупок... Был... Был... У нас... Активный... Эээ... В среду... Байер... Остальные все сессии... Либо нулевая дельта... Либо на стороне селлера... Особенно... Вот... 13-е и 12-е... Прям так... Зависли немножко... Перед... 19-19... Ну... И плюс... Сегодня... Малость сбросили... Соответственно... Корректировка пошла... Максимума недели... Вполне... Предсказуемо... Так... Ну... По еврику... Давайте заглянем... Что там по уровням... Если есть... Интересные... Моменты... Ну... Таких прям... Удивительных нет... Но... Вот этот... Уровень... Сопротивления... 18-84-89... На всякий случай возьмем... Потом... Возьмем здесь... Ядро... Даже не ядро... Массив... 18-68... По... 18-62... Сейчас мы включим... Бидаск лидеров... Да... Вот этот коридор... Плотненький... Чуть-чуть... Буквально на тик... Промазал... 187... 1863... Это... Плотность... Если в понедельник... Потихоньку... Удержит уровень... И вытолкнут выше... 187... Может... В принципе... Откорректироваться... Дальше на... Север... 1847... 185... Это по минимуму... Тут прошлись... Перевес... Перекос был... За байрами... Вот... И... Дальше у нас... Ви... 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 Поэтому... Еще есть... Возможность... В понедельник... Сходить... До этого уровня... Из поддержек... Вот... Учитывая... Часть... Активности... Прошлые... 18.01... 18.09... А... Если быть более точным... То... 18... 18.10... Даже не точным... А просто... Поставить уровень... Чтоб... Легче запоминалось... Там на тик... Плюс-минус... Я думаю... Не особо... Мы потеряем... Так... По сопротивлению... Тут... Опять же... В... 18.85... По... 18.90... И... Вот... Полочка... Такая... Под 50 тонн... 18.98... Тоже... Возьмите... На всякий случай... Тут... Три сессии... Стояли... И... 192... Тактически... Вот... Эта точка... Которая... Была... В среду... Посмотрим... Что там... Выбросили... Такое... Да... Не... Не существенно... 192... Чисто... По теханализу... Как уровень... На всякий случай... Возьмите... Такой сценарий... Но... Как видите... Две сессии... И дельта... Там... За две тонны... Переваливает... И там... И там... Три... Поэтому... Будем смотреть... С учетом... 18... И 18.10... Как поддержка... Возьмем еще... Фунт... Тут... Обязательно... Мы фунт возьмем... Сейчас он в центре... Внимание... Так... С... 16 февраля... График... И... По фильтрам... На этой неделе даже... Немножко... Отличились... Сейчас берем... Ну... Почти в два раза... Скачок ликвидности... Относительно предыдущих... Трех дней... Вот... Ну... В любом случае... Вот эти... Четыре сессии... Которые... Сформировали... Массив... Как сопротивление... Для фунта... Просто... Тактически... Важный уровень... Сопротивления... Те... Купили... На этой неделе... С... Целью... Пробития... Тридцать седьмой... Эээ... Вот этот коридорчик... Крайне... Внимательно... Мониторьте... На предмет... Возможной... Вообще... Активности... На пробитии... А... Потом... На этой неделе... У нас... Вернее... Даже... 150 тонн... Пятого числа... И... Четверг... 163... Дельта... И открытый интерес... Вся неделя... Была на... Открытие позиций... То есть... Рост идет... Непосредственно... С... Вливанием... Кэша... И это не может... Не радовать... И Дельта... Тоже... Вся на покупку... То есть... Прям... Идеальная неделя... Фактически... Если закроется... Еще на 100... Вернее... Не на 100... А на 33... 56... 33... Там... 60... Вообще... Будет отлично... По... Дельте... Ближайшие уровни... Будут... Такие... Незначительные... А вот... Самый пик... Начнется... Уже... С... С... 35... Весь... Массив... Очень внимательно... Мониторьте... Может быть... Сопротивление... Сильное... Что тут 5 дней... Старались они... И Дельта... Такая мощная... Практически... На всем... Массиве... Вот... И... Такие... Вот... По фунту... Активности... Давайте... Сейчас... ВВ... Добавим... И... Так... По... ВВ... Мы... Фактически... Только... Только... Вырвались... За 323... Пока... На территории... Байеров... И... Это... Хорошо... Ну... Запас хода... На север... Еще... Есть... ВВП... Немного... Нам... На руку... В принципе... Неплохо... В случае... Если... Все-таки... До 35-й... Так... И... Не доберется... Фунт... Признаками... Может быть... Снижение... Ликвидности... На следующей неделе... В принципе... Отчитывается... Там... По... Заработной плате... Если... Не ошибаюсь... Британец... И... Если... Будет... Слабенькая... Ликвидность... Для того... Чтобы... Возьмите... На... Вооружение... То есть... Для пробития... Это... Один из первых критериев... Вообще... Давайте... Индекс доллара... Дома не смотрели... И... Добавим еще одну... Криптовалюту... Криптовалюту... Можете... Вот... На следующем вебинаре... Если... Есть желание... Какую-то... Криптовалюту... Посмотреть... У нас есть... Битрекс... И... Биткоин... Данные... С этих бирж... Под... На ютюбе... Под видео... Напишите... Какой тикер... Вы хотите... Рассмотреть... И... Проанализировать... Сейчас мы... Копия... Индекса доллара... Уберем... Прямо... Под видео... И пишите... Так... Я точно... Смогу... Быстро... Найти... Ваши... Рекомендации... И... Пожелания... Так... А... Ой... Сейчас... Отключу эту... Рисовалочку... Соответственно... Ликвидность... Идет... Чуть ниже даже... Чем на прошлой неделе... Но... Ровно... Четыре дня... Прямо... Фактически... Под линеечку... 26 тонн... Было... У нас... Десятого числа... И... Три дня... Стоят в коридоре... С такой же... Ликвидностью... Не особо... Активной... Фиксируют... По индексу доллара... Тут... Само собой... После такого... Постоянного... Открытия позиций... Вот тут... Четыре дня... Фиксируются... Поэтому... Уровни тут... Сформированы... В основном... Фиксации сделок... Не... Вливанием... Нового кэша... Поэтому... Тут... Больше ориентироваться... Будем на... Те периоды... Где... Кэш... Вносили... Фактически... В индекс... Этот... 91.6... 91.9... Мы берем... Индекс... Доллара... Потом... Вот этот... Промежуточный... Левел... На... 92.4... Тоже было... До загрузка... И пока... Вот... Нижнюю границу... Вот этого... Массива... 92.7... Протестили... Пока... Стоят здесь... На... На этом же коридоре... По дельте... По дельте... У нас... Тоже... Разнобойная активность... Ну... Три из пяти... Было на... Стране соляра... Сопротивление... Естественно... Все пришлось... На десятое число... И тут... У нас... 93.05... По... 93.35... Вернее... Не по... А 1.2 уровня... Берете... То есть... Это не... Нет коридоров... А вот... Поддержка... Здесь мы... Я специально... Темнее оттенок сделал... Чтобы... Подчеркнуть... Что она менее... Значима... То есть... 92.4... Даже... Чуть больше... Значимей... Для спекуляции... Чем... Тот коридор... В котором сейчас стоит... Индекс... Обратите внимание... Индекс ушел... Под... DWP... То есть... Он в зоне... Селлеров сейчас... И... Уровень... Как раз... Идет... В районе... Максимальных... Оборотов... На этом периоде... Август... Сентябрь... В районе... 93.35... 30... Потенциально... Ну... Возврат выше... В DWP... Будет означать... Возможное... Восстановление... Динамики на рост... Но... Нужна ликвидность... То есть... Если будет такая же... Слабенькая... Ликвидность... Идти... Соответственно... Таких... Сверхъестественных движений... Ждать не стоит... Вот... В таком ключе... Нужна активность... Целую неделю... Для того... Чтобы сейчас... Пробить... 94... И пойти на север... То есть... Эту сначала... Пробить... И... Пару сессий... Для пробития... 94... Даже если... Цель... Ну... Центральная задача... Основная задача... Сейчас... Так будет... Выше 94... Ну... Управиться... Могут... Только... До 94... Дойдут... Там... Плюс... Будет... Одна... Две сессии... Флэта... Как раз... На неделю... Управиться... И на следующем... Через неделю... Может... Такое событие... Произойти... Если же... Вот этот... Коридор... Селеры... Не пустят... Выше... Атакуем... 92.4... И возвращаемся... На исходную точку... В районе... 91.5... 92... Это... По... Индексу... Доллара... Теперь... Непосредственно... Биткоин... Значит... Кстати... Где... Подгрузить... Тикеры... Какие есть... В платформе... Это... Символ... Так... В чате... Вообще... Нет... Комментариев... Прям... Вроде... Трансляция не идет... Вот... Открывайте... Exchange... Биткоин... Нажимаем... Find... И... Все... Тикеры... По... Критам... Находятся... Именно здесь... Открывайте... В этой... Папочке... У меня... Отдельно... Лист... Более... Ликвидных... Биткоин... А... Класс... Так... Вот... Они... Список... Четыре... Таких... Плотных... По... Ликвидности... Не... Не... Туфя... Какой-то... Там... Оборотики... Есть... Значит... Это... По... Большей... Степени... Лтс... И... С... Потом... Бификс... Вернее... Битиси... И... В общем... Тяжело... Выговариваемые... Тикеры... Прям... Как будто... Постарались... Постарались... Чтоб... Ничего не было понятно... Как этот... Биткоин... Вообще... Появляется... И... Точно так же... Постарались... Чтоб... Нельзя было его... Даже... Загадочная валюта... Так... Давайте... Поменяем цвет... Чтобы он был... Хорошо... Видно... В общем... Динамик... Вообще... Тикера... Итак... Перед нами... Сейчас... Лтс... В... Относительно... USD... На... Минус... 3%... Сегодня... По идее... Так... Это... Вот... Дневкин... Да... Дневкин... Итак... Оборот... Так... Чтобы... Примерно... Ориентироваться... Сколько... Там... Ликвидности... Сейчас... Фильтры... Сниму... Вот... Недавно... Было... Пиковое... Значение... 2.4... Оборот... За... 15.09... Такой... Неслабенький... В общем... Оборотец... И... 12... И... Сегодня... 712... И... 640... Вот... Такие... Четверги... И... Пятницы... Бывают... Далее... По... Динамике... Значит... У нас есть... Теперь... Уровни сопротивления... Потому что... До этого... Были в основном... Уровни поддержки... Так... Теперь... Есть... Потолок... 95... Вот... Видите... Как идет... Свежий инструмент... И... Это не только... Биткоины... Касается... Когда на бирже... Вводят... Новый... Инструментарий... То есть... Новые... Там... Производные... Либо же... Более сложные... Финансовые инструменты... Они... В основном... В первую очередь... Их... Опробуют... Более... Такие... Крупные участники... Там... Крупные компании... Банки... В первую очередь... Они проторговывают... И там... Системненько... Аккуратненько... Все по линеечку... Идет на север... Если вы же на... Юг... Так... Это фильтр... Скорее всего... Сработал... Поэтому... Такой серый... Боковой... Гистограмм... Так... Это... Нет... Прайс... Лимит... Да... Вот этот фильтр... Зловещий... Вот... Так... Ядро у нас... Зона стоимости... Назовем... Это так... 55... 75... 43... 85... Это коридорчик... И потом идет... Такая плотненькая площадка... Видимо... Приток был... На поддержку... 25... По... 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 30... Я... Отмечаю... Уровни... Но пока детально непосредственно не разбирался с этой валютой, чтобы какие-то сценарии рассчитывать, либо же вам советовать какие-то локации. То есть я отмечаю более такие ликвидные коридоры активности. И это единственное пока что я могу сделать, так как не разобрался еще с этими криптовалютами. Так, что у нас есть? Значит, давайте посмотрим на профили дневки. Ух ты, бог ты мой. Что это такое? Так, сейчас мы снимаем все фильтры. Так, понятно, тут объемы намного больше, а фильтры стоят, видимо, сейчас валют каких-нибудь индекса долларов. Я все лимиты проверю и все, тип-топ, отключаем лидером. Так, вот, начнем с чистого листа, как говорится. И здесь у нас идет... Ну, вы сейчас можете видеть, какой еще оборот идет за день по ценам. Надо профиль отстроить. Значит, 13-17 тонн по цене примерно, я вижу. Считаем здесь 25. А здесь мы поставим ДВС половиной. Так, ну, уже по приятним видно, где у нас идет такая активность. УВП мы пока оставим только сам индикатор. Волатильные, достаточно волатильные инструменты. Ну, я смотрю, тут прям за день прошли с 50,7. Где там прицел? Вот. А в пипсах 100 тиков за день. Это вот четверг. Ликвидность 712 тонн. Сейчас посмотрим Дельту. Не понял, почему не зеленый цвет. А, так, понятно. Кто-то уже смотрел эту Дельту. Так, что можно сказать относительно Дельты? Ну, здесь, как видите, свеженький инструмент. Дельта еще не запачкана всякими биржевыми стервятниками. Если идет Дельта на стороне байера, то и, соответственно, криптовалютка растет. Это неплохо. 8,6 тонн, соответственно, на 100 тиково рванули. И сегодня у нас 33 тонны против вчерашних 8. Четыре раза больше дисбаланс. Они стоят на максимуме недели и стоят фактически в верхней границе. Нет, соврал. Уже откорректировались до середины пятницы. Так, давайте поставим перекос. Какого-нибудь хотя бы там 300%. Так, 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 что у нас есть. Вот они. Более так чисто, видите, как раз с диапазончиками идут. Технически можно даже попробовать, пока на виртуальном счету, протестить работу. Обратите внимание на максимуме. Кто-то конкретно покупал на самом 60-м уровне. Видимо, целенаправленно купили на 55-й. Потом на 60-й и вот не пускают ниже. То есть, если не пустят, соответственно, где-то среднеизвешенного этого чудо игрока 57-я, там и 3. Вот, пока они ее удерживают еще, а еще есть потенциально. Но дельта прям четыре раза перевес. Это вот сильный перекос. Давайте посмотрим, какие тут вообще бывают перекосы по дельте. Значит, 76 тонн. Здесь был такой неслабенький по волатильности день. И в пипсах это было 183 тика. Были также на 230 тиков движения. Это сессия реверсивная, которая 52 тонны на стороне байера. А тут у нас идет отпечаток. Вот сильный перекос, видите, 35-й уровень. Сколько же там запросили? Значит, да, 3,8 тонны против 6,6. Ну, плюс-минус там почти в два раза. Рядышком в два раза перекос. И, в принципе, таких прям сильных. Вот, почти десятка против пятерки. 1300 против 700. И вот здесь вообще прям интересное. 2000 против 700 контрактов. Вот такие очевидные победы селлеров. В общем, если интересно, это направление в хотя бы там 1-2 инструмента можем добавить. Посмотрим, как понравится вам или не понравится. В принципе, биткоин есть. Можно смотреть, добавить в арсенал Wall Street. Кроме уровня отметить больше ничего не могу сказать. В принципе, пока отношусь так к тому, к таким людям, которые пока еще не приняли этот тип валюты. Возможно, зря, возможно, не зря. Ну, в общем, точки отмечены. То есть, агрессивности байеров. И теперь давайте заглянем в общую динамику. И какие у нас есть лидеры по дисбалансу. Итак, первая сессия, которая у нас есть, это 111 тысяч дисбалансов. Стренинбайера 89 и тут же 90 сразу сбросили. Очень настораживают резкие перекосы по волатильности. То есть, вы торгуете внутри сессии, к примеру, там, тиков 50 в среднем, да, вот я смотрю, 35, 50, там, 60. И потом 280, 230. Прям так. Причем здесь три раза по волатильности. Здесь 222 тика, здесь 190. А рядышком торгуются 40 типов сессии весь день. Скачки по объему. Смотрим. 200 тонн, тут 170, 95. То есть, ну, в два раза, потом в шесть раз перекос по ликвидности. То есть, тут торгуются они 94 тонны. Все нормально. В общем, потом полмиллиона, потом 600 миллионов. 10 раз может произойти скачок ликвидности, а пик был в 24 раза. Там, в общем, не выживет ни кто, ни один, ни скальпер, ни позициончик. Тут всех скинули, видите? Прям вот до самого нижнего. Вот ниже этого уровня, скорее всего, зашли свои люди, вот видите? Их не трогали. Вот все, что ниже 32-й, так конкретно заходили свои. До 32-го уровня все остальное поле уже спекуляция. Класс, класс. Так, ну, круто. Интересные какие-то введения на финансовом рынке. Потому что с 2007 года я... Ну, вводятся разные инструменты. Там появились индексы волатильности. Там начали популяризироваться опционы всякие там бинарные. Интересные такие, я прям даже не притрагивался к ним. А тут биткоины. Чем дальше, тем интереснее. Так, ну, в общем, такой инструмент. Там их видели много еще. Поэтому в комментариях пишите под видео, какие инструменты вас интересуют по биткоину. Попробуем их рассмотреть. И у нас остается нефть, золото и S&P. Немножко затянули сегодня, но я думаю, вы мне простите. Так, приступим. Рассмотрим из нефтянки только CL. Она лидер по ликвидности по нефтяным фьючерсам. И, значит, бренд сегодня почти процент выполнил. И CL немножко догоняет 0,7. Подгрузка этих данных. Так, вот эта гирлянда мы называем так. Сейчас я проверю. Кто-то тут настраивал фильтр, скорее всего. Потому что... Так, надо там пожестче немножко. Так, ликвидность ровная. Точно такая же, как и предыдущие три недели. Абсолютно. По волатильности особо подвигов немного. Единственная сессия, это была вот как раз 10-го числа. И вернули на исходную точку, вот там, где взяли. То есть, грубо говоря, наблюдается завершение коррекции, судя по всему. Ну, давайте посмотрим по открытым интересам. Новый контракт надо посмотреть. Так, наш контракт отключаем. И нам нужен декабрьский. Сейчас посмотрим еще январьский. Так, ну, у нас в полной мере уже декабрьский, сколько тут, 90, 100, 118. Ликвидность увеличивается с ростом. То есть, чем выше, тем сложнее толкать цену. Нужно больше ликвидности. По открытому интересу у нас супер. Всю неделю грузят танкеры целые. Так, и по дельте видно, что коджируются. Причем жестко. На то и фьючерсный контракт. Ядро на декабрьском уже 50 с копейками. По 51. Это ключевой уровень. То есть, если коррекция и будет после этой недели, то желательно, чтобы они не прошли ниже 50 с копейками. Ну, в идеале 50,6. Вот. Если брать точно. Это уже нижняя планка. Ниже сценарий на покупку пока стоит отложить на некоторое время. По максимумам пятницы и среды, видно, тут стараются тормозить динамику. И возьмем в качестве возможного уровня сопротивления. Как раз их коридоры общие. 51,55, 51,75. То есть, в среду, в четверг, вернее, в среду и сегодня немножко поработали активисты на продажу. Потом у нас идут такие мощные две сессии. 52,15 по 52,45. Это как раз с сентября. Еще завершение сентября. Так. Ну, в общем-то, по уровням и все. EWP в районе как раз ядра декабрьского. То есть, желательно его не... Чтобы байеры удержали. И тут на горизонте 53-я отметка. Посмотрим, как они справятся с 52-й. Там уже будет, посмотрите, на 53-ю. Ну, в любом случае, до следующего Wall Street Online они, если постараются, могут добраться. Но я думаю, что мы еще встретимся до того, как они туда доберутся. Также в среду запасы сруйной нефти. Соответственно, понедельный-вторник, особенно вторник, будет, скорее всего, такой никудышный. Перед важным отчетом в среду будет суматоха. Будут вынимать стопори все от колонок, как можно. Если, конечно, будет сильный отчет. С неожиданным таким показателем по нефтянке в США умеет. Причем так раз в неделю, раз в две недели отчет, меняются миллионы баррелей просто за несколько недель. Ну, там, в принципе, у них и потребление в день, мама не горю, золото. Так. Пром-пром-пром-пром-пром-пром. Ну, это неделька текущая. Заметить срочно. Вот, 7.30, 5.7 тонн дельта. Рванули на 13 уровень и 13.01 саппорта обязательно в отмете. По сути, если понедельник строго будут удерживать выше этого коридора, вот, поддержка, причем очевидная тут, на максимуме, так же, видите, байеры продолжают работать. Не стесняются, особо не выходят, а даже подгружаются, скорее всего. Так. По дням, в принципе, как обычно у золота. Понедельник тут четко грузились. Видимо, знали уже в понедельник. Так. Либо они и расширяли этот коридор. Значит, по коммунитивной дельте здесь буквально четверг немножко накосячил. Ну, в принципе, 3 дня рост, потом коррекционный момент это святое. А так все 5 сессий, кроме вот кусочка четверга, как раз часть Европы и часть, еще Америка, постаралась. Так все позитивно смотрят на северу. Чем дороже нефть, тем дороже добывать золото. Соответственно, это входит еще и в стоимость добычи, в обработки тройской унции. Огромное количество грузовиков заправляется, которые возят эту руду, камни эти. Потом аппараты. Ну, в общем, там хватает, чем заняться. Золото, вот наблюдая в 2008 году, как валился там фондовый, когда валится фондовый, начинают вкидывать золото. Ну, может, рефлекторно, не знаю. Ну, в общем, все верят в золото, что это стабильный гарант их размещения, их инвестиций. Поэтому, если вот так уверенно растет золото, тут либо один фактор, либо нефть началась слишком резко расти, либо скоро будет валиться. Ну, не валиться, там будет затяжная коррекция по фондовому, сбрасывают, в общем, скорее всего. Посмотрим, понаблюдаем, надо отметить себе этот момент и посмотрим через недельку-две на следующем у нас лет онлайн. Сравним наблюдение просто. Обратите внимание, как плотно формируется выше 13.01 пятница. Видите, четко коридор, каждую цену. Даже похоже в виде сердечка, там, сформировали модель такую, видите, пятницу 13. Прям такая, необычная пятница по золотам. Вот, и стоят прям, уперлись в потолок недели, ну, это прям какой-то наглый спрос. В общем, контроль за байерами, ядро я выделил, 90,5-97, и вот нижняя граница вот этого пакета объемов, просто плотно укомплектованные, с 13.01, 13.03. 50, понедельник 82, 82,5, и на последок СНП погрузился. Как видите, все тяжелее, тяжелее мы идем на север, видите. Но идем. Обратите внимание, сколько, вот одна сессия была ниже предыдущего дня, сходило буквально, немножко сняли с топори, и просто, как танк идет, все сложнее и сложнее толкать все на высшую. Удивление просто, вроде отчитались и Бэнков, Америка, все остальные позитивно. Возможно, еще нужна уже контрольная проверка по Гулман Сакс, и, ну, во вторник будет, там, United Health, Дж.П.Морган, если не ошибаюсь, если они еще позитивно считаются, то, скорее всего, сбросят всех байеров, потом могут даже еще пойти выше. В общем, будут идти, пока будут продавать селлеры, наверное, пока мелких спекулянтов всех не выбросят. Но уже, как видите, тяжелее дается каждый новый уровень. Ликвидности все меньше и меньше, потому что желающих там дальше покупать, уже не у всех такая крепкая позиция заходить на покупку на таких уровнях. И открытый интерес из пяти сессий, вот, сегодня прибавилось немножко совсем относительно четверга, то есть 3.40, а сегодня 3.50. То есть они, в принципе, на том же уровне стоят. Никто не открывает позиции, особо не фиксирует ажиотажно, но уже, видите, участились периоды, и это стоит учитывать. На пятнашке мы зафиксируем сейчас основные массивы. Итак, тут прям такие жесткие фильтры. Я поставил EWP на 49-й фактически. Ориентируемся как раз в максимальный прайс, вернее, объем за неделю. Тут проходит на 49-й ядро 45-75. Берем коридор до 49,5. Байеры вот здесь очень постарались прям всю свою виртуозность продемонстрировали. 46-75. Это вот, да, ближе к пятнадцатому часу. И потом еще добросили на 49-й. Тут, видите, две точки достаточно такие. Дисбаланс был немаленький. Потом у нас волатильная верхушка пятницы недели. Собирает, видимо, всех. Такой модели прям в пятницу. Похоже, Европа верит в такие тенденции. Всю Европу тащили наверх к индексу. Открылась Европа, набрали объемы, уши наверх. Поэтому перед выходными прям не верится. Так, ну, в общем, ядро есть. И потенциально у нас вот еще один массивчик. 52 по 53 с копейками. Должен был бы быть максимум недели, но они пошли выше. И выше 53-й там еще начинают устраивать волатильность. По ликвидности у нас такая была выброс прям как на 175-903 контракта за пятнашку обороте. Ну и по уровню еще вторник второй у нас по рейтингу по таким выбросам. Опять же, ближе к закрытию отличились пятница. Хоть и волатильная, но, видите, без ликвидности не обошлось. 92 тонны и потом ушли, как обычно, на самый низ по 6-10 оборот после 10-го часа. Тут практически тоже особо не блещут сильным объемом. Мы видим по общему объему дня там не особо большой сейчас интерес к таким ценам. И, соответственно, я так понимаю, в пятницу они набросились на толпу и решили уже всех собрать. Прям раз крупных игроков нет. Сценарий, как по мне, дождаться пробития ядра недели. Вот, в принципе, пока не уйдут ниже ядра, я с продажами буду осторожнее. Как раз вот проходит у нас на 49WP. Соответственно, если будет понедельник, какая неплохая динамика, хотя бы такая же, как в пятницу на потолок они шли. И вторник уже в завершении этого расширения будут выносить стопики с селлером. Как раз вот на этой локации, там, где будет уже завершение снятия стопиков. И как раз там в районе 50-51, если такой сценарий будет, будет, в принципе, неплохо поработать. И вот в среду-четверг, вместе с, после отчетов вторника, можно как раз в среду-четверг дождаться таких сценариев. Сценарий на покупку, ну, если будет сброс, там, до 46-й, и тут будет конкретно идти ликвидность на бай, естественно, спекулятивно. То есть, такие прям среднесрочные цели на покупку очень осторожно рассматриваются. Пока ликвидности такой точно не соответствующей не будет. Ну, покупать даже спекулятивно будут чисто, там, короткие позиции, какие-то небольшие, спекулятивные. На сегодня все. Спасибо, что пришли. Выдержали этот длительный WallSuite Online, так как несколько было неудачно. То трансляция не получалась. Не сумасшедший рост. На фондовом рынке США Пока печатается доллар, и за этот доллар покупается. То есть, они покупаются, просто бесплатно берутся нефть. Чего ему падать-то? Я не понимаю, че они там падают. Он начинает падать, если они уже контролируют... Представляете себе, государство берет за валюту, которая ничем не обеспечивается, кроме как только что нефть покупают за доллары. В любой стране берет ресурсы. Просто бесплатно пользуются нефтью. То же самое. Кучу денег вбукивают в военную оборону. Сколько там триллионов? 13 триллионов у них долг. Еще они в долгах сидят. Поэтому настолько раздут уже этот мыльный пузырь, что просто в него даже невозможно не верить. 19 уже, спасибо, Ромин. Вот. И я помню, в 2011 или 2012 поднимался вопрос их госдолга. Там они опять укрались в планку. И я помню, в августе, вы точно помните, это был август, был день, когда должно было быть принято решение технический дефолт Америки, либо же они повышают планку. Что вы думаете? Они повысили и дальше эта планка будет расти. Инфляция настолько мощная. То есть, раньше надо было еще доллары напечатать. Это нужна бумага, ресурсы какие-то, станки. Сейчас просто это в электронном виде на карточках. А сейчас вообще биткоины появились. Вообще непонятно, где какую-то на карточке пластиковую лежит. То есть, им даже уже печатать эти деньги не нужно. Это все в единичке-нолике. Транзакции по интернету. Я вообще не знаю, как эти банки эти процессы контролируют. Можно просто всем-всем раздать кучу этих единичек-ноликов и все покупают, что хотят. Естественно, центробанки контролируют, чтобы все сильно не наглели. А так, в принципе, уже даже бумага не нужна, по сути, чтобы печатать эти деньги. Спасибо, что пришли, послушали. В общем, жду в следующую пятницу на Услит Онлайн. В рассылке будет ссылка на комнату. Вам хороших выходных и удачной торговой недели. Всего хорошего. До свидания. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...